Суть нашего российского бытия с ненормальной инфляцией и неадекватными ценами на все не говорит, а орет. Накопить 90% россиян нереально. Суть политических изменений за последние 8 лет и 1 месяц зато гарантирует стабильность. Человек ведь самое приспосабливаемое животное на планете. Тараканы ведь не выдержали появления китайских карандашей. А мы выдерживаем рост цен и живем. Правильно, кредит. Но поступаем неправильно. И так, ну-ка и в сотик, в телек, в монитор, да мало ли что в нескольких кредитных организациях мы как светофор светимся в бюро кредитных историй. Причем светимся красным запрещающим сигналом. И в своем желании ездить и жить как сосед с евроремонтом и на иномарке надо грамотно понимать. Сосед сделал евроремонт, взяв ипотечный кредит под залог квартиры. Иномарку в кредит. А на прочий фарш, типа телевизионной панели и встроенной техники, вполне хватило сэкономленных денег. Теперь как купить и как сэкономить. Мечелбанк предлагает автокредит и предлагает сэкономить на касках. Теперь просто считаем. Условия и проценты в банках примерно одинаковые, ну плюс-минус. Но большинство банков при оформлении авто дороже 500 тысяч рублей требует застраховать по касках в аффилированных структурах. Дальше арифметика усложняется. Первый год типа подарок или по льготной ставке. Хотя отвалить за джип стоимость 900 тысяч, пусть и дешевеющих деревянных, и при этом встрять тысяч на 60 по каске, обидно, блин. Идем в Мечелбанк. Первый год покупаем плазму. Дальше еще интереснее. Год второй. Машина удешевляется на 10%, но страхуется, как было, под 12%. А это уже 75 тысячонок. И в случае с Мечелбанком на сэкономленное покупаем кухонный гарнитур. Третий год. Опять 65 тысяч. И с Мечелбанком глубокий тюнинг игровой платформы. Хватит и на непонятно дорогущий мак. И конечно, автокредит выгоден, когда срок подлиннее, то есть лет на 5. Но в Мечелбанке вам дадут кредит и на подержанный автомобиль в последнем кузове. Так что можно выпендриваться на здоровье. Теперь где купить? На авторынке, разумеется. Взять, к примеру, ЦГЯ. Ну и конечно, в центральной городской ярмарке есть уникальные экземпляры. Как, например, 140-ые Мерседесы. Но вот они не попадают под кредитную историю. Потому что я должен вас предупредить. Если вы работаете с Мечелбанком, то там есть небольшое ограничение. До 2001 года выпуска иномарк. Можно и не иномарк, можно и отечественные. Ну, отечественные, кто это такое. В разведении. Ну, вот рядышком стоит автомобиль, который попадает. Это 2001 года Land Rover Shirlander. В принципе, с хорошим движком. И с ценой 540 тысяч рублей. Так что, зная высококачественные магнитогорские дороги, зная высокое качество обслуживания Мечелбанка и работая вообще с клиентами, можно никуда не ездить здесь, на месте, прямо сейчас выбирать понравившихся экземпляр. Мы работаем как с населенными пунктами Башкортостана, Верхневуральского, Верхневуральского района, Агаповки, Агаповского района. То есть они спокойно могут здесь, в городе Медогорске, выбрать автомобиль новый, либо подержанный. И оформить его через наши офисы. Для этого никаких границ не существует. Также выберите машину там, с Медогорской пропиской. Можете оформить как в офисах Сибая, Белорецка. То есть без проблем. Обращаетесь в автосалон, берете необходимые документы на приобретаемый товар и обращаетесь в офис, там вам примут и оформите там кредит. В России сейчас, так же, как и во всем мире, люди живут в кредит. То есть, в принципе, это будет экономия для семейного бюджета относительно, потому что сразу сумму на автомобиль накопить очень проблематично и долгим. В кредит оформить автомобиль намного быстрее. Здесь у нас существует по приему платежей непосредственно сам офис работает по приему платежей. Не только Мечелбанка, но и сторонних банков практически всех, которые существуют на рынке города. Также находятся в магазине терминал по приему платежей и банкомат по предоставлению наличности. Теперь из собственного богатого кредитного опыта. Что, у Леши все куплено в кредит? Да, дорогие мои телезрители и уважаемые журналисты, влезшие в автотему. Вот такое Сусанин. Первым скажу, действовал по возможности грамотно. Вторым. Здесь типа в автоморе Магнитогорска рыбы нет. То есть денег нет. Обломайтесь, ребята. Конечно, мои кредиты сосут как гнус. А самые гнусные это почтовые непонятные кредиты. Потому как, и подумайте сами, всякие ЗАО и ООО, имея миллионы клиентов и перехватывая бабки у банков западных, у вас не задумываются. А сменив партнера, вам реквизиты новые для перевода денег могут и не сообщить. Но сообщат обязательно, что вы попали на штрафные проценты. Типа по вашей же вине. И в этом смысле кредитоваться в банке известным и надежным в разы приятнее. Ну и как у банка, который может спокойно считаться одним из старейших в Уральском регионе, в Челябинской области, Мечелбанк может гордиться широкой сетью своих филиалов. Это не только Ленина 160, это вот Ленина 82, а скоро будет открытие в Ленинском районе. И кроме всего прочего, по городу в различных местах установлены терминалы по оплате ваших кредитов или по пользованию.